Привет, друзья! Рада видеть вас у себя на канале. И сегодня у меня для вас очень полезный видеоролик с развивающими занятиями для детей от 2 лет. Первая часть как раз выходила ровно год назад, я ссылку оставлю в описании. Ну а сейчас моя дочка уже в возрасте 2+, поэтому я хочу поделиться с вами, какие мы проводим развивающие занятия, какие мы используем покупные игрушки. И, конечно же, несколько идей, что можно сделать своими руками из подручных средств для развития вашего малыша. Образно я делю все занятия на категории по их направленности, поэтому давайте начнем по порядку. Сначала расскажу о занятиях, которые ориентированы на моторику и ловкость. И первое, что я вам рекомендую приобрести, это рыбалку. Рыбалку можно приобретать уже начиная с года, они могут быть абсолютно разные. У нас вот такой вот более крупный вариант, можно насаживать рыбки как на крючок, так и на магнитик. Вариантов на самом деле существует очень много, я так на вскидку вам примерно вставила, какие они бывают. Летом мы этих рыбок запускаем в маленький надувной бассейн, и рыбалка становится еще интереснее. Следующее, это разные игры-моталочки так называемые. Тоже есть несколько вариантов. Один из таких вариантов, это например на веревочку приклеить какую-то игрушку. В данном случае я для примера приклеила машинку. И другой конец ленточки мы приклеиваем к палочке. Ребенку нужно учиться крутить этой палочкой, так чтобы веревочка наматывалась на нее. Это может быть абсолютно любой предмет, на который ребенку будет интересно наматывать. Шнурочек, ленточку, веревочку. В общем это такой самодельный придуманный игровой процесс, который будет развивать движение рук ребенка. У нас на самом деле пока не очень получается, но мы над этим работаем. Также можно взять просто клубок ниток, бечевки или шерсти, и давать ребенку либо наматывать, либо разматывать. Следующая игра тоже такая простейшая, из подручных средств. Вы наливаете в миску небольшое количество воды. Туда я добавила обычное средство для мытья посуды, но у меня такое эко-безопасное, и дала ребенку венчик. Ребенку нужно максимально активно и четко двигать рукой, для того, чтобы взбить венчиком эту воду в пену. И когда ребенок видит, что появляется пена, процесс начинает его затягивать. Эту пену можно переливать, перекладывать ложками, из кружки в кружку. В общем, как ребенку понравится. Еще одна игра из серии водных игр, это вот такой вот уже готовый набор. Я ссылку оставлю в описании, где можно такое найти. Очень интересно для ребенка, здесь всякие вентили, всякие емкости. Все это заливается, выливается насосом, выкачивается. Можно запускать лодочку, ставить перегородочки какие-то. В общем, наша дочь от этой игры в восторге. Следующее не менее интересное занятие на мелкую моторику, это закручивание гаечек на болтики. Здесь задействована и логика, и моторика. Потому что помимо того, чтобы болтик закрутить или открутить, ребенку еще нужно сопоставить их по размеру. Каждая определенная шайбочка или гаечка, не знаю, как они правильно называются, должна соответствовать определенному болтику. Использовать настоящие болты, это такой более усложненный вариант. Начинать, конечно же, нужно со специальных детских наборов, где все детали пластмассовые. В комплекте идут всяческие отверточки и другие инструменты. И здесь более крупный размер, соответственно, ребенку будет проще научиться. Следующая очень важная игра для развития мелкой моторики, это, конечно же, шнуровка. Шнуровка тоже бывает разной сложности и очень многое еще зависит от самих шнурков. Они могут быть с наконечниками или без наконечника. Конечно же, на первых порах лучше выбирать шнурки именно с таким запаянным твердым наконечником, чтобы ребенку проще было просунуть этот шнурочек в отверстие. Мы используем вот такую вот картонную шнуровку, здесь небольшие отверстия, но на первых порах стоит начать именно с шнуровки какой-то более крупной. Бывают специальные наборы, продаются деревянные, где всего одно отверстие, и нужно просто нанизывать эти детали на один шнурочек. Мы такой специальный набор не покупали, потому что у нас есть вот такие вот детали от деревянного сортера. Они также имеют достаточно крупные отверстия, и их тоже можно нанизывать на шнурочек. Ну а если у вас вообще нет ни того, ни другого, можно использовать обычные прищепки. У них тоже есть достаточно крупные отверстия, ребенок может начать тренироваться именно на них. Следующее занятие на моторику – это различные игры со счетными палочками. Я уже в прошлом видеоролике показывала варианты игры с палочками и пластилином. Ну а сейчас ребенок уже в состоянии из этих палочек просто складывать какие-то фигуры, либо по вашему образцу, либо просто такие, какие ему взбредут в голову. Опять же возвращаемся к играм с водой. Переливание воды из одного большого кувшинчика в маленькие кружечки равными частями или неравными частями тоже хорошо развивает и ловкость, и глазомер ребенка. Ну и плюс он чувствует себя взрослым, наподобие мамы, которая разливает всем чай по чашкам. Вот это занятие очень увлекательное, и наша дочь может очень долго сидеть и переливать вот эту воду из кружек в кувшинчик, из кувшинчика в кружки. Конечно, здесь не обходится без последствий, нужно вооружиться тряпкой и сидеть караулить, но ребенок остается в восторге. Также можно переливать воду не только из кувшинчика в кружки, но и из одной кружки в другую с помощью ложки. Для этого мы используем обычно детский набор посудки, там ложечки достаточно крупные, ребенку удобно. Также можно придумать огромное количество игр с какими-то крупами. Некоторые варианты я уже показывала в прошлом видеоролике. И крупу мы используем все еще ту же самую, что и год назад, ничего и не делается. Например, вот такой вот вариант игры с манной крупой. Мы просеиваем ее через небольшое сито. Ребенок должен это делать максимально аккуратно, попадая в блюдо. Также можно использовать такую манку, как некую сенсорную коробку. Зарывать туда какие-то мелкие предметы, игрушки. Я, например, добавляю туда нут и фасоль, все это перемешиваем. А ребенок потом с помощью сита отсеивает манку от нута и фасоли. Собственно, складывая нут и фасоль в отдельную емкость, манка остается у нас в большой емкости. Что еще очень развивает мелкую моторику? Самое простейшее, что можно дать ребенку сделать, помочь на кухне и просто занять его чем-то на долгое время, это дать ему почистить вареное яйцо. Занятие очень залипательное, длительное. Ребенок надолго увлечен, развивается мелкая моторика, ну а потом он еще и полакомится яйцом, которое собственными руками почистил. Следующий вариант тоже делается своими руками, очень быстро. Это вот такие вот сенсорные дорожки. Можно сделать абсолютно из чего угодно. Можно сделать прямые дорожки, можно сделать какие-то зигзагами, волнами. Если ваш ребенок справится уже ходить по таким дорожкам. Смысл в том, чтобы с помощью вот этих вот дорожек, которые имеют разную фактуру, ребенок делал себе такой некий пальчиковый массаж. Мы учим ребенка передвигать двумя пальчиками, как ножками, но и заодно эти пальчики у нас будут массажироваться. Ну а ребенок в свою очередь получает массаж и познает разные структуры. Что-то мягкое, воздушное, твердое, острое и так далее. А отколупывать это все потом для ребенка отдельное удовольствие, но при этом опять же развивается моторика. Следующее, что можно сделать, это распечатать вот такие вот шаблоны. Я их прям вот быстро на коленке сделала сама. Нужно помочь, к примеру, какому-то зверенку дойти домой, или в домик свой, или в лес. Для этого нужно сделать дорожку. Это то, что мы объясняем ребенку. Ну а дорожку мы насыпаем из этой же манной крупы. Собственно, саму дорожку мы смазываем клеем ПВА или клеем карандаш. А ребенок должен насыпать манную крупу именно четко на тропинку. Если где-то там промахнулся, ничего страшного. Мы стряхиваем остатки и показываем малышу, что везде, где он попал именно на клей, у нас получилась вот такая вот красивая песочная тропинка. Следующее, чему уже вполне можно учиться, это вырезание. Для этого я купила дочке такие специальные безопасные пластиковые ножницы, которыми она не сможет себя поранить. И распечатала вот такие вот специальные шаблоны для того, чтобы учить детей вырезать. Здесь нет никаких сложных замысловатых узоров. В основном это такие более прямые, простые линии. Потом, конечно же, задачу можно уже начать усложнять. У нас пока на самом деле по шаблонам вырезать не получается по линии. Пока мы просто осваиваем ножницы как какой-то новый для себя инструмент и режем ими бумагу в разные стороны, как душе угодно. Еще одно занятие на развитие моторики, это различные сортеры с мелкими деталями. Например, вот такой вот сортер, он развивает не только моторику, то есть ребенок должен именно пинцетиком подцепить достаточно мелкие шарики. Но это такой облегченный вариант, потому что шарики мягкие. А вот такой вот более сложный вариант, это когда детали твердые и зацепить их гораздо сложнее. Вот такой вот есть у нас набор. В комплекте идет и пинцет, и ложка, и просто такое что-то вроде китайских палочек. На самом деле достаточно трудно, потому что шарики очень твердые, идеально гладкие. И подцепить их дело на самом деле очень непростое, особенно для таких маленьких детей. Поэтому вот здесь координация, ловкость моторика развивается прям максимально, потому что очень много требуется усилий, чтобы приноровиться. Если нет каких-то специальных игр, также можно использовать обычные прищепки, к примеру, и какую-то крупную крупу. То есть всегда можно найти какой-то подручный вариант у себя дома. Игра, которую многие знают под названием «Большая стирка». Мы учим ребенка пользоваться прищепками, подставлять какие-то мелкие детали одежды, в данном случае носочки, и развешивать их как бы после стирки для сушки. Следующее занятие ориентировано не только на моторику, но и уже больше на логику. Опять же используем подручные материалы. В данном случае я взяла 4 разных вида орехов, 4 формочки для кексов. И ребенок должен рассортировать орехи по формочкам. Ну, для двухлетних детей это достаточно несложное задание. В основном все дети в этом возрасте уже должны с ним справляться. Главное, чтобы орехи были крупные и действительно отличались друг от друга, не были друг на дружку похожи. Также занятие на логику это складывание картинок. Это такая первая ступенька перед тем, как начать собирать пазлы. То есть сначала мы собираем картинки крупные из двух деталей, затем мы собираем пазлы из двух деталей, где уже фигурная вырезка. Далее мы собираем пазлы из трех деталей, из крупных, где тоже такая крупная фигурная вырезка. Ну, а потом мы уже предлагаем ребенку более сложные варианты, где большее количество деталей, где более мелкие детали или более сложная вырезка. У ребенка работает моторика, работает логика и также он изучает то, что изображено на пазлах. Очень удобен, кстати, вот такой вот вариант пазлов, деревянный, он не изнашивается, не мнется, не гнется, ничего ему не делается, они яркие, прочные, красивые. Пока ребенок учится подбирать детальки, он их не успевает, так сказать, замызгать, как картонные. Еще один вариант игры на логику, это, конечно же, всем известные кубики, опять же, здесь есть несколько вариантов сложности. Самый простой, это набор с четырех кубиков, ну, естественно, что есть более сложные наборы с большим количеством, также они обычно делятся по тематикам, например, по каким-то русским народным сказкам, или животные, или алфавит, но алфавит еще рано, а вот с животными уже, мне кажется, в самый раз можно давать ребенку собирать. Еще одна игра из подручных материалов на развитие логики, это что-то вроде вот тех болтик и фигайчик, нужно подбирать крышки для баночек. Я поставила буквально пять различных баночек, сняла с них крышки, ну, а ребенок должен сам подобрать, и не только подобрать, а желательно еще и закрутить. Вот с закручиванием крышек у нас пока небольшая загвоздка, не совсем получается, не все крышки получается накручивать, но, в принципе, по размеру горлышка крышки вполне себе удачно подбирает. Следующее занятие на развитие логики, это, конечно же, тоже всем известная мозаика, бывает тоже огромное количество вариантов. Вот эту мозаику я показывала в развивашках для годовалых детей, и мы до сих пор ее используем, потому что Сонечке она очень нравится. Здесь крупные детали, и если раньше мы ее использовали чисто только для моторики, то сейчас уже можно и по цветам раскладывать, и какие-то изображения выкладывать. И вот такой вот уже более сложный вариант, больше подходящий по возрасту, это мелкая мозаика в виде гвоздиков. Здесь нужно попасть именно в отверстие, здесь именно ухватывать такие маленькие детальки ребенку сложнее, поэтому моторика тоже хорошо развивается. Следующее занятие на логику, опять же, всем известное с детства, это пирамидка. Если для годовалого ребенка достаточно пирамидки на три колечка трехцветной, то для двухлетнего ребенка уже можно приобрести вот такую вот большую, прям в его рост, для того, чтобы ребенок изучал уже какие-то второстепенные цвета, вроде фиолетового, розового. Но, опять же, ребенку интересно много деталей, и их нужно составить по размеру. Еще одна из наших любимых игр на логику, это вот такая вот пирамидка, она складывается как в башню, так и в обратном порядке. Каждая чашечка вкладывается в другую, то есть ребенок хочется их собирать и в том, и в другом порядке. Опять же, изучаем цвета, изучаем размеры, сопоставляем эти размеры, и, конечно же, моторика здесь тоже играет большую роль, потому что пирамидка имеет свойство падать. Следующая игра тоже на моторику, на подбор форм, это различные логические сортеры. У нас, например, в виде домика бывают в виде машинок, животных. Здесь нужно подбирать детальки, вставлять их в отверстия. В нашем случае нужно еще подобрать ключик для двери. У каждого ключика своя форма и свой цвет. Этот ключик нужно умудриться повернуть в замке, это самое сложное для ребенка, ну и достать уже изнутри игрушку. Следующая игра тоже на развитие логики, одна из наших самых любимых. Вот такой вот незамысловатый сортер с геометрическими фигурами. Ну и возвращаемся к той же игре с деревянными шариками. Здесь очень много разных игр можно с ней придумать. Помимо моторики, можно шарики сортировать по цветам. В комплекте идут вот такие вот силиконовые формочки, которые соответствуют цветам шариков. Ну и каждый шарик, соответственно, ребенок должен положить в формочку своего цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Карточки вырезаются все из книги, чтобы их не потерять. Я для всех игр карточки храню вот таким вот образом в небольшом файлике, прикрепляю к обложке книги. Ну и, собственно, само лото. У нас их тоже несколько вариантов, потому что они на разную тематику. Например, вот такое вот классное лото с животными. Ребенок развивает внимательность, ищет такие же картинки, причем она умудряется не только свои карточки обрабатывать, но и карточки других участников. Игра по принципу обычного лото, вытягивается фишка, на ней нарисована, к примеру, обезьянка, и ребенок ищет точно такую же обезьянку на своей картонной карточке, сопоставляет их. Следующее направление в развитии, это я так называю конструирование. Это, в общем, всяческие игры на основе построения. Мы используем вот такой вот крупный пластиковый городок, из которого можно какие-то делать постройки, либо использовать его, к примеру, в качестве боулинга, то есть попадать шариком в детали и ронять их. Потому что детали легкие, и вместо кеглей вполне тоже подходит. Также мы используем вот такие вот крупные детские конструкторы. Наборы бывают всяческие. Вот такие у нас еще остались с года. Мы тоже их используем. Резиновые, без острых концов. Ну и обычный вот такой конструктор. Они бывают разные тематики, железная дорога, какие-то детали для построения зданий. Либо просто классический вариант. Опять же, развивается моторика, воображение подключается, и ребенок может очень долгое время сидеть и что-то строить. Следующее направление, это, конечно же, музыкальное развитие. Мы с ребенком танцуем, поем, ну и используем хотя бы минимальный набор каких-то детских музыкальных инструментов. У нас есть большой синтезатор, гармошка, ксилофон и вот какое-то пианино, в которое нужно дуть. Честно сказать, не знаю, как оно называется. Также ребенку в этом возрасте уже очень интересные игры на поиск предметов. То есть, вы показываете, к примеру, любимую мягкую игрушку, закрываете ребенку глаза, прячете ее и вместе с ней отправляетесь на поиски. Два года это уже такой возраст, когда, ну, малыши прям в восторге от подобных игр. Это весело, забавно, поднимает им настроение, но, опять же, развивает внимательность. Ну и, конечно же, большой раздел, посвященный развитию, это лепка. Сейчас существует множество всяких материалов, из которых можно лепить маленьким детям, помимо пластилина. Например, вот такой вот кинетический песок. В итоге это, конечно, грязно. Это очень много приборки, но дети в восторге. Можно использовать всяческие дополнительные инструменты для нарезания песка, для формовки. В общем, детям очень-очень нравится. И можно купить много всяких разных цветов, смешивать их и получать новые цвета. Ну и также мы используем вот такой вот легкий пластилин. Он очень отличается, к примеру, от этого же плейдо, от любой массы для лепки. И очень сильно отличается от пластилина. Он очень-очень легкий, очень-очень мягкий. И ребенку просто очень приятно из него мять, и что-то такое интересное делать. Ну и, конечно же, стандартное тесто для лепки. Это может быть как плейдо, так и любые другие аналогичные наборы. Но самое интересное в этих наборах, это, конечно же, не сама масса, а дополнительные гаджеты, которые идут в комплекте. Потому что, когда задана какая-то тема, например, кондитерская, или стоматолог, или парикмахер, процесс лепки для ребенка становится гораздо интереснее. Он уже начинает фантазировать и лепить что-то по сюжету. Ну и еще бывает вот такой вот шариковый пластилин. Его можно наносить на изображение, то есть рисовать, собственно, пластилином. Есть специальные раскраски, но можно купить какой-то готовый набор, в котором уже идет шариковый пластилин и изображение, на которое нужно его наносить. Ну и, конечно же, не забываем про обычный, самый простой, знакомый всем пластилин. Из него можно лепить не только фигуры, но и придумывать какие-то игры. Например, опять же, используем одну из книг, из серии книг «Школа семи гномов», где нужно выполнять определенное задание, то есть придумывать историю, для которой ребенок будет лепить какие-то определенные фигурки, или шарики определенного цвета и размера. Например, задание слепить для каких-то животных конфетки и выложить их на тарелочку. Или задание сделать яблочки для дерева, определенного, конечно же, цвета. Либо скатать и приклеить маленькие-маленькие зернышки для цыплят. Именно вот для таких игр, для таких занятий обычный пластилин подходит гораздо больше, нежели масса для лепки, потому что он прекрасно сцепляется с бумагой, и существуют даже специальные раскраски, где нужно изображение раскрашивать именно пластилином, размазывая его по бумаге. Конечно же, во всех подобных играх полноценными участниками должны быть и родители, либо братья и сестры, для того, чтобы ребенку было интереснее. И он воспринимал это не как процесс обучения, а именно как такую совместную веселую игру, где от него тоже требуется определенное старание и вклад в общее дело. Ну и, конечно же, в отдельный блок, большой, можно выделить рисование. Рисование – это прям неотъемлемая часть для развития ребенка этого возраста. Рисовать можно чем угодно, где угодно и как угодно, начиная от мелков и меловой доски, маркеров и маркерной доски, и, конечно же, заканчивая красками, акварелью, гуашью, пальчиковыми красками. В общем, абсолютно все, что вы найдете. Наша дочка, например, очень любит рисовать, неважно, чем абсолютно, карандаши это, масковые карандаши, фломастеры, маркеры, краски. В ход идет абсолютно все. Ну и, конечно же, помимо того, что ребенок может просто калякать, что ему нравится, ему можно сидеть и вырисовывать какие-то образцы, которые он будет повторять, простейшие кружочки, квадратики, палочки. В этом возрасте это уже вполне у детей получается повторять. Ну и, конечно же, можно использовать различные трафареты. Ребенок будет обводить их как внутри, так и снаружи. Опять же, развивается и моторика, и фантазия. В общем, с трафаретами детям рисовать одно удовольствие. Ну и, конечно же, краски и гуашь – это прям отдельный вид искусства. Гуашью мы рисуем прямо пальчиками. Для этого удобно использовать какое-то большое бумажное полотно. В данном случае я, например, покупаю бумажные обои. Это дешево и это очень много бумаги. Дети рисуют ладошками, пальчиками. Можно рисовать ватными дисками, ватными палочками, делать отпечатки каких-то игрушек, например, следы животных и так далее. В общем, здесь можно придумать тоже массу игр. Ну и, конечно же, специальные пальчиковые раскраски. Они бывают несколько уровней сложности. Например, вот такая раскраска, где детали нужно просто раскрашивать полностью пальчиком. Есть раскраски, опять же, вот из школы Семи гномов, где нужно рисунок наносить точечно и по образцу. То есть, определенного цвета и именно точечными движениями. Ну и еще более сложные варианты есть пальчиковых раскрасок. Это когда прорисовано, указана даже траектория движения пальца. То есть, это уже такой прям более сложный вариант. Ну и, конечно же, в этом возрасте детям уже очень интересны аппликации. Аппликации можно делать своими руками, просто вырезать какие-то детали из цветной бумаги. Например, отдельно крышу, отдельно окно, отдельно основную часть домика ребенок должен сложить. Мы, например, делали подобным образом Деда Мороза к Новому году. Ну а можно использовать, как вот я показываю, такие готовые наборы для аппликаций. Они простые, там буквально 5-6 деталей. Это именно такие наборы для малышей. Ребенок сам наносит клей, сам сопоставляет картинку. Ну и, конечно же, я не могу не сказать о сюжетно-ролевых играх. Для детей они тоже играют большую-большую роль в развитии. Ребенок в этом возрасте уже не только может начинать познавать какие-то профессии, но и вообще он активно пытается подражать взрослым. Поэтому очень могут пригодиться такие наборы, как «Хозяюшка». Это наш любимый набор. Это набор модницы. Он у нас не очень пока зашел. Я думаю, что немного не доросли. Это набор инструментов для того, чтобы можно было помочь папе что-то отремонтировать. Также у нас есть набор для игры в доктора. Набор посудки для того, чтобы играть в повара или, опять же, в хозяюшку. Есть магазин мороженого, соответственно, для того, чтобы играть в продавца мороженого. Ну и, конечно же, для девочки самая главная сюжетно-ролевая игра это игра в маму. Поэтому девочки в этом возрасте уже осознанно играют в куклы, ухаживают за ними, моют им попку, пеленают, пытаются надеть подгузник и катают в колясках. Ну и, конечно же, не нужно забывать про физическое развитие ребенка. Мы не занимаемся пока никаким спортом как таковым, а придерживаемся пока просто такого общего физического развития. Не так давно у нас появились вот такие сенсорные коврики. Они складываются по типу пазла, продаются как готовыми комплектами, так и отдельно. Ребенок ходит по этим коврикам с разной фактурой и получается такой ненавязчивый эффект массажа. Если набор большой, можно постелить прямо по центру комнаты. Если вот такой маленький, как у нас, то в самой часто проходимой зоне, чтобы ребенок хотя бы несколько раз в день по нему обязательно прошелся. Ну и, конечно же, различные спортивные комплексы для детей, различные лестницы, скалолазание, шведская стенка. То есть, ребенку в этом возрасте очень нравится заниматься на различных лестницах, подниматься, спускаться, пользоваться веревочной лестницей, ну или просто виснуть на каких-то перекладинах. Мама! Мама! Молодец! Дудочка дудит. Дуду! Правильно! Колокольчик. Дуду! Молодец! Молодец! Ножницы. Чик-чик! 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 Молодец! Пароход! Ту-ту-ту! Би-би! Би-би! Машина! Телефон! Дзин-дзин! Но последнее, конечно же, в развитии ребенка это речь. Не претендуя на звание мать года абсолютно, просто поделилась с вами вариантами занятий, которые использую я со своей дочкой. Я надеюсь, что это видео вам очень понравилось, вы поставите мне пальчик вверх. Еще очень извиняюсь за дополнительное звуковое сопровождение. Ничего не могу с этим поделать. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok